Взгляд в США объявлен сбор денег на борьбу с Россией Л. В США объявлен сбор денег на борьбу с Россией 28 октября 2019 года, 8.26 фото Александр Натрискин, Ройтез Текст, Петр Акопов Если раньше противники Дональда Трампа просто пугали российским президентом американский народ, то теперь они решили еще и заработать на нем. Бывший вице-президент Джо Байден, пока еще воспринимаемый многими как будущий соперник Трампа на предстоящих через год президентских выборах, выступил с обращением к своим избирателям. В нем он попросил скинуться американцев на борьбу с Кремлем. В статусе вице-президента Джо Байден встречался с Владимиром Путиным всего один раз весной 2011 года. Он посещал Москву и в ходе встречи с премьер-министром России дружески посоветовал тому не выдвигаться в президенты. Мол, у нас в Америке запрещено, чтобы бывший президент, занимавший должность два срока, позже снова выставлял свою кандидатуру. Это было хотя и не публичным, но вмешательством во внутреннее дело России. Но для Путина главным уроком от того визита Байдена стало то, как вице-президент США, по сути, обманул тогдашнего президента Медведева. Байден пообещал не предпринимать без консультаций с Россией никаких действий против Ливии, если Москва не станет блокировать в Совбезеон резолюции о закрытии ливийского воздушного пространства. Россия пропустила американскую резолюцию, а западные державы ударили по Ливии. Понятно, как после этого относятся к Байдену в Москве. А ведь потом было еще и кураторство Байденом Украины, поддержка им русофобских киевских элит. Когда в 2015 году на фоне выдвижения Трампа рейтинги Хилари Клинтон стали проседать, Байден задумывался о выдвижении в президенты, но в итоге не пошел на выборы. Во многом потому, что Клинтон не собиралась добровольно сходить с дистанции. В нынешней кампании Байден стал главной ставкой демократического истеблишмента, да и всего антитрамповского Вашингтонского болота. И это само по себе лучше всего характеризует то кризисное состояние, в котором оказался традиционный американский политический класс. Сделать даже временную ставку на Байдена можно только от совершенной безысходности. У Байдена пока еще сохраняются высокие рейтинги, которые, впрочем, вызывают очень много вопросов. Они, по идее, демонстрируют, что Байден якобы побеждает Трампа. Но представить себе фамилию бывшего вице-президента в бюллетенях для голосования может только очень большой фантазер. И дело вовсе не в скандале с байденовским кураторством Украины, благодаря которому его сын получил там большие ничем не оправданные деньги. А в том, что Байден категорически неприемлем для рядового актива демократической партии, заметно поливившего и настроенного откровенно против истеблишмента, воплощением которого и является Старик Джо. Выиграть демократический премерис, то есть получить выдвижение от демократической партии, 76-летнему Байдену будет куда сложнее, чем Клинтон в 2016 году. А она тогда прошла с дикими нарушениями и махинациями. То есть Байден не избираем президентом, хотя бы потому, что не сможет получить номинацию от демпартии честным путем. Да и нечестным тоже у аппарата демпартии уже нет таких возможностей. Лишним подтверждением того, что в Байдена не верит и он не популярен у рядовых избирателей, при том, что опросы продолжают показывать его рейтинг в 34% против 35% в сумме у идущих следом сенаторов Уоррен и Сандерса, является то, как бывшему вице-президенту жертвуют деньги. Недавно были опубликованы цифры по третьему кварталу этого года. И выяснилось, что Байден лишь на четвертом месте по привлеченным средствам, на первом идет Сандерс с 25,3 миллиона долларов, потом Элизабет Уоррен с 24,6. И только четвертым Байден с 15,2 миллиона. И что еще хуже, по сравнению со вторым кварталом его сборы сократились на 35%. Понятно, что главный ресурс Байдена это не деньги, а поддержка Вашингтонского болота и ориентированных на демократов элит, в том числе и контролирующих большую часть американских медиа. Но наполнение кассы является важным психологическим индикатором, отчасти как ставки на бегах. Он дает рядовым избирателям сигнал о том, кого можно считать фаворитом. Что делать? Байден придумал гениальный ход. Он решил обратиться к своим сторонникам с призывом скинуться в его фонд. Но то, как он это сделал, достойно пера сатирика. В среду в Твиттер Байдена появилось заявление «Внесите свою лепту в виде 5 долларов для того, чтобы отправить Путину послание, что на выборах решения принимает американский народ, а не он». К этому твиту прикреплена ссылка на сайт фонда Байдена, где можно пожертвовать как 5, так и 500 долларов, и видеообращение Джо, в котором он подробнее излагает свою мысль. «Опять Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом. И на этот раз я стал объектом их внимания. Поскольку Путин знает, если я стану президентом Соединенных Штатов, днем его тирании, его попыткам запугать США и страны Восточной Европы придет конец. Он задир такой же, как президент Трамп. И мне известно, что он не хочет, чтобы я стал президентом. Но вот, что я вам скажу, когда я стану президентом, все поменяется. Господин Путин, американский народ принимает решения на своих выборах, а не вы. Пожертвуйте 5 долларов. 10 долларов. В конце видеообращения появляется надпись «Отправь послание Путину». Пожертвуй 5 долларов. Конечно, тут же вспоминается Булгаковская, предлагая вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Профессор Преображенский, как известно, отказал заведующий культ отделом в покупке журналов в пользу немецких детей, за что был уличен ей вне любви к пролетариату. Попытка Байдена под видом борьбы с Путиным выбить из американцев деньги на собственную компанию, к тому же заведомо проигрышную, настолько жалко и нелепо, что даже и смеяться над стариком как-то грешно. Но мы запомним этот вид. Даже интересно, сколько американцев верят не в одну, а сразу в две выдумки, в том, что Путин угрожает свободе выбора американского народа, и в том, что именно Байден, этот мощный старик американской демократии, способен остановить русского задиру. Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд.Текст» Петр Акопов.